Ну что, господа, вам сладость, а нам радость. Кому расскажешь, не поверят, что для вашего удовольствия я работаю. А то, что будет сейчас, для вашего благополучия. Итак, где мы? Выезд из города в сторону Белорецка. Может, кто-то его и не знает, но ЦЭМ-завод в том направлении. Понятно, что большая часть труб и в 99% это комбинат. Еще одни трубы на пиковой котельной, еще одна труба на молочном комбинате и три на севере. И вот сюда, ну практически сюда мы и едем. Здесь как-то мерседесы продавались. Здесь, здесь. Позже они переехали к Карине, Магнитогорск. То есть здесь два других центра. От той же фирмы это, естественно, китайцы. Здесь же лукоиловская заправка. И то, что мы сюда приехали. А вот зачем. Нам, по сути, нужен лес и недорогой. Теперь, вернувшись на круги своя. Без дерева, без леса, похоже, нам не жить. Дерево это наша часть. Так вот, ранее дерева в нашей жизни было больше. Но, по сути, вы были в банях. А это лучшее применение дерева. И чтобы это было недорого. Вот как. Я вот что-то не понимаю. Магнитогорск. Ну, от Магнитогорска до гор. Сколько километров? Ну, скажите мне, сколько километров до гор. Хороших, буральских гор. Сколько километров до гор. А? Много? 20 километров. Ха-ха. А у нас что, леса нет, что ли? У нас леса нет? У нас замечательный, исключительный, сногсшибательный лес. Потому что рядышком у нас, что у нас? У нас рядышком замечательный Башкирий лес. А в Башкирии так же. Лес изготавливается. И он очень хороший лес. Ценники на нем не такие большие. К слову, где мы находимся? Где мы находимся? СПК машиностроитель. Не знаете, что такое? Не знаете, да? То бишь, вот справа от меня, помните, здесь в свое время Мерседесы продавались. Понимаете? Справа. Сейчас Мерседес переехал в центр города. Но, тем не менее, здесь продолжают уже продавать не Мерседесы. Здесь продолжают продавать китайцы. Рядышком находится база Лукойл. Лукойл, заправка Лукойл. То есть, это выезд в сторону Белорецкой. Не доезжая до Цензавода. Ну, не доезжая до Цензавода. Заметников начинается поселок Цензавода примерно через 300 метров отсюда. Все, приехали. Как обнаружить? Еще раз говорю. Чтоб вы никуда не убегали, доехать до суда можно из любой стороны города. Понимаете? По одной простой причине. Здесь очень дешевый и реально, и качественно дешевый цен. К слову о том, за моей спиной хороший материал, он высушенный, и вы легко можете построить себе все, что угодно. Так вот, если вы даже проедете со стороны объездной дороги и заедете в город Магнитогорск, то до переезда ехать не надо. Сразу будет видно. Направо увидите. Если вы езжаете, получается, из Магнитогорска, в сторону Белорецка, далеко проезжать не надо. Вот, получается, дорога на поселок и налево. И все. Вот три секунды дела. Берете здесь замечательный материал и делаете из него. А дерево должно быть сухое, это раз. Лучше и для нас это сосна. То, что доктор прописал для строительства. Идеальный материал для любых конструкций. Поверьте мне, город он типа думает, что он крут. Однако в нормальных местах хрущевки уже на слом. Стандартные девятки тоже. И это к нам придет. Да не может шлакоблок стоять вечно. Нет, не может. А дерево стоит и не одну сотню лет. Мы просто как-то забыли сущность. Что вам стало совсем все понятно. Много в городе, ну много в городе продавцов в леса. Я уже ко всем обращаюсь, ничего не получается. Ну да, понятно. Вы лес не возите. А лес везут, понимаете? Есть очень хорошие товарищи, которые занимаются заготовкой леса в Терляне. О, рядышко в Терляне, недалеко от Содова. Грубо говоря, 100 километров. И при острове, изумительно, а какой там лес? Ух, вы мне говорите, что такое Терлянский лес? Потому что я в Миндяке был. Видите, с Миндяка до Терляна, если что так, напрямую километров 30 будет. Да? Ну, можно дойти, если честно. Допыль будете долго, но нормально. Так вот и там, и вообще супер отличный лес. К слову о том, цена за кубометр. Любой лес здесь 6,5 тысяч рублей. Нормально? Нормально? Ну, еще найдите где-нибудь. Вот так вот. Цены города, естественно, выше. По одной простой причине. Блин, пасхальный. Вы что делаете, а? Я понимаю, ваша аренда. Так за что? За пустое место? А зачем идиотская цена? То. Почему от вашей аренды страдают, естественно, покупатели? Потому что цена аренды, и это цена товара. Ну, зачем же вам настолько косячить к своему городу, непонятно. Мы хотим строить, и приедем сюда, потому что это дешево. Вот тоже очень интересный вариант. Та же самая цена 6,5 тысяч рублей. 50 на 200. Стропила и все остальное. Тема весьма интересная. Еще раз вам говорю, посмотрите где-либо. Такое возможно случается, что за каждый отдельный фрагмент леса прибавляется цена. Может быть, такое случается. Я такое, кстати, встречал недавно. Ох, как мне стало нехорошо. Я говорю, ну какая разница, что там пилить. Здесь все абсолютно одинаково. Те же самые цены. Спокойненько ставьте. К слову о том, можно ли здесь построить свой дом. Да, легко. То есть мы вам показывали в свое время, как из СИП-панелей можно строить дома. Но с другой стороны, можно собрать нормальный каркасник. Ну, чтобы там, без всяких тараканов и косяков. Берете каркасник, собираете, а внутрь утепляете. Ну, есть много-много различных элементов. Можете туда пенопластом утеплить, можете другими. Ведь сейчас много, понимаете. Нет бы кому-то ко мне обратиться, чтобы все было хорошо. И было бы замечательно. То есть человек бы построил себе и недорогой, и хороший дом. Как я вам чуть позже это сделаю. А сейчас я доведу до вашего сведения. Чем обрезная доска лучше не обрезной? Конечно, составляющей. Мошики, букашики всякие, это где? Ну, вы думаете, что типа не того, а другого на дереве нет. А вот вы не правы. Дерево от мошеков и букашек всяких защищает с коровой. Вот там этих мошеков и букашек много. Обрезная доска так и говорит вам. Распили и сделай, а по дороге обработай. И я стоять буду долго, очень долго. Вот так-то, да? Вся доска здесь вам продается. Вся доска обрезная. Понимаете? Нормальная обрезная доска. Цена. Еще раз напомню, 6,5 тысяч рублей. Необрезной доски здесь, господа, нету. Понятно, о чем речь? Конечно, вы можете попытаться найти что-то подешевле. Но я вам честно скажу, даже если вы кому-то сделаете из необрезной доски, да? Ну, пункт номер один. Необрезную доску очень сложно обработать. То есть, понятно, да? Обрезную доску обрабатывается она легко и просто. То есть, есть различные материалы и против гниения, и против пожара, естественно. В следующий раз мы вам это дело покажем. Просто возьмем кусок доски, приваж же обработаем и приваж же попробуем поджечь. И если она не загорится, значит, все это, в принципе, нормально. То есть, необрезная доска, это хорошо, необрезная доска. Ну, как вы будете обрабатывать? Как? Да, хорошо, вам сделали крышу. Может быть, эта крыша чуть-чуть дешевле, а может быть, нет. Может быть, кто-то из необрезной доски вам сделал, ну, такую, весьма дорогую крышу, и вам-то все в порядке. А потом, что-то внезапно оказалось, что как-то она сгорела. По одной простой причине. Здесь она обрабатывает со всей стороны и изнутри тоже, понимаете? А там нет. То есть, думайте, ребята, господа, необрезная доска, для чего она нужна? Только забор. Я бы только так его использовал. Теперь вопрос правильный и очевидный. Процедура горения уничтожает все. Траст ми. И ничто не вечно под луной. И ваш шлакоблок, и бетон, естественно. Проще, интереснее и круче сделать все из дерева. Наша страна на протяжении двух тысяч лет как-то из дерева вся и строилась. И вы не катайтесь на банное. Выкиньте из головы долбанной поселки. Просто проедьте за город. Из чего там дома? Ну, из дерева, естественно. Хорошие, грамотные, теплые дома. По сути событий, я бы жил и только в дереве. Мне нравится его исключительный аромат. А еще мне нравится его цена. Здесь, в этом месте. Нормальная и грамотная цена. По сути, самая дешевая в городе. А куда доехать? Ну, вы, в принципе, и так все поняли. Едем по дороге в Белорецк. Ну, я про город говорю. И не доезжая до поселка Цементников, есть замечательный сад. Я думаю, что это самый близкий сад города. Машиностроитель. И прямо на въезде мы можем купить хороший и качественный лес. Мне вот говорят, а покажи, сколько здесь леса. Я покажу, сколько здесь леса. Все, что за моей спиной, везде и всюду. Сколько здесь кубов? Ну, сколько. Здесь 200 кубов. Да, я знаю, кто здесь работает. Здесь изумительные люди работают. Да, они кое-откуда ушли. Но цен дешевле. И посмотрите, сколько. Да вы где столько? Ну, вы где столько? Ну, не найдете вы столько нигде. Потому что вам результат единственный и правильный. Куда приезжаете? Приезжаем с ПК машиностроитель. Как найти? Да легко и просто. Я вам в начале сюжета объясню. Да и в конце сюжета объясню. То есть, либо если вы ездите из города, в стороне, получается, этот северный переход, до него не доезжаете, поворачиваете на Белорецк. Поворачиваете. Поворот вниз, поворот вверх. И прямо вот здесь начинает строитель. Вот рядышком со мной здесь в свое время продавали как-то Мерседес. Мерседес переехали, здесь китайцы. Ну, кстати, тоже неплохой вариант. То есть, 1,8 на полном приводе. Клево. Я бы лучше всех не угу взял. Как-то она там повеселее смотрится, честно. Ну, да ладно. Китайцы тоже будут хороши. И сразу же и налево поворачивайся сюда. Да, понятен результат. То, что вы покупаете здесь, оно изумительное. Изумительное. И оно еще и для вас. Под одной простой причиной. Делайте все. И, если честно, даже если что-то чуть-чуть останется, оно вам в любом случае пригодится.